Здравствуйте! Ну, я думаю, вы обратили внимание, если ходите в кинотеатры, что в кинотеатрах идёт в основном американская продукция. Нашей как-то мало. Да не то, что её мало, вот просто на неё мало ходят, когда она появляется. Она появляется, но как-то вот проходит мимо. Нет того, что было раньше. Я имею в виду в годы моей молодости, когда мы смотрели в основном советские фильмы. Да и, в общем-то говоря, почти исключительно советские фильмы. Почему же у нас сейчас вот в кинематографе, скажем так, вот застой? Можно так, наверное, сказать. Почему? Вот попробую я поискать ответ на этот вопрос. Значит, ну, во-первых, воспоминаю, как я смотрел фильмы в старое время. Нельзя сказать, что в годы моей молодости у нас не было импортных фильмов на экране. Были французские, итальянские, мы их очень любили. Да, особенно такие вот костюмные фильмы, типа там что-нибудь там про мушкетёров, вот про тот восемнадцатый век куртуазный, детективы, фантомас, о, это мы тоже были. Американские фильмы, правда, реже попадались, но тоже попадались. Кстати говоря, они меньшим интересом пользовались, чем фильмы французские. Французские были красивее. Вот. А наше кино, мы ведь его тоже смотрели, причём мы его любили. Вы знаете, в нашем кинематографе нас привлекало не столько то, что мы там могли увидеть, а то, что мы могли, как бы сказать, подразумевать или подозревать. Знаете, вот такое, понимаете, читать между строк. Я не знаю, как это сказать, применить на кинематографе, видеть между кадрами, что ли. Вот. Что-то такое хотели сказать, но не сказали. Пустячки такие нас всегда впечатляли. У нас тогда свободы слова не было. И любую такую спорную оригинальную идею приходилось выражать с помощью неких киносказаний. Вот. Вот кино было одно из них. Помните фильм про «Девенадцать стульев»? Вот тот, который в кино шёл, Гайдай, режиссёр Гайдай. Во время аукциона Остап Бендер вот так вот кепочку снимает, руку берёт и говорит «300!» Цену называет свой за стулья. Так мы-то знали, кого он копирует. Ленин говорит. Есть такая партия. Но понятно, что тут... Нет, это не Ленин. И говорит он не про партию и без картавости. Он говорит «300!» И всё. Ну, мы-то видели, что, да? А вот помните ещё фильм «Обыкновенное чудо»? Приходит король, вот так вот машет рукой. Я как почётный святой, почётный великомученик и почётный Папа Римский нашего королевства. Ну, понятно, кто это. Леонид Ильич Брежнев, наш любимчик. Любимый герой анекдотов. Вот так вот мы всё это читали и видели. А сейчас, если кто-то хочет какую-то гадость сказать про правительство, он берёт и пишет статью. Газеты печатают их. А уж в интернете там можно и с матерной руганью. То есть нельзя, но тем не менее пишут. Ну, то есть всё, что хотите. Понимаете как? И уже в ту пору, в 70-е годы, дальновидные люди, наши советские кинематографисты, писали о том, что такое вот кино будущего. А кино будущего – это зрелище, прежде всего. Зрелище. То есть вот эта вот составляющая идеологическая, скажем так, она из кинематографа уходит. Ну, сама по себе голая идеология пропаганды – это же неинтересно. Да, что-нибудь другое голое может быть интересно посмотреть. Но это будет зрелище. Да, понимаете как? Зрелищность кинематографа должна быть. Ну, а другая причина вот какая ещё. Неуважение авторских прав. Абсолютное неуважение. Потому что если кто-то что-то снял, это всё равно станет достоянием пиратов. И через интернет бесплатно вы посмотрите. Или купите задёжево у пиратов на диске. Авторы с этого фильма ничего не получат. Это ещё одна проблема. Ну и плюс к этому денег нет у нас на кинематограф. А кто же вложится в такой вот бизнес, который не принесёт прибыли? Никто не в него не вложится. Вот такие вот дела. Вот она и причина, так сказать, кризиса в нашем кинематографе. Может он когда-нибудь кончится, может что-нибудь придумают. Придумают что-нибудь новенькое, да? Такое, чтобы без зрелищности за душу брало. Удачи вам, всех благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok